Здравствуйте! У меня такая работа разговорить собеседника. Вот рыб, например, попробовать. Попробуй разговори рыб. Или, по крайней мере, попробуй поговорить о рыбах. Замечательная такая тема. Вообще-то у нас сегодня тема такая, так сказать, мембраны. Все мы, рыбы в том числе, в нашем числе, они все живут за счет того, что у них есть мембраны. Каждая клеточка покрыта мембраной. Мембрана такая, знаете, она состоит из липидов, из молекул жира. И вот в этот вот липид вмонтирована белковая молекула, которая осуществляет транспорт через мембрану. Она как умная, с одной стороны, что-нибудь схватит, и как-то вот она, пропустив через себя, на другую сторону выбрасывает. Либо изнутри наружу, либо снаружи внутрь клеточки. Вот так она делает. Вот. А в нашей, в обычной технике, мембраны бывают, так сказать, трековые. Такая мембрана с маленькими-маленькими дырочками. Ее когда-то изобрели, вообще-то говоря, в ядерной физике. Изобрели совершенно непроизвольно. Нужно было регистрировать частицы, прилетевшие из космоса, тяжелые заряженные ионы. И вот они прошивали, проходили через пленку. Пленка в том месте, где прошла заряженная частица, вся разрушалась, превращалась в обрывки молекул. И в этом месте пленочка легко отравилась щелочью, образовывалось отверстие. Очень маленькое, субмикронное, скажем так. Замечательная вещь, чтобы делать фильтры. Вот физики-ядерщики в Дубне и придумали, как делать такие вот фильтры в свое время. Но не мое это дело об этом рассказывать. Есть специалисты, которые этим занимаются, ученые. Вот мы к ним с этими вопросами-то и пришли. Дмитрий Леович, Вы, значит, занимаетесь трековыми мембранами как бы в дополнение к тому, что делают их настоящие изготовители, да? Думановых исследует их свойства. Я начну все-таки с самого начала. Мы относимся к институту кристаллографии, к отделу мембранных технологий, к лаборатории ядерных фильтров. Вот теперь по порядку, значит. Про кристаллографию мы пока ничего говорить не будем. Вот о мембранной технологии и ядерные фильтры. Вот что это такое, как эти вещи связаны друг с другом? Но если исторически рассмотреть этот вопрос, то, наверное, нужно сказать, что после войны, когда была создана атомная бомба, возник очень большой интерес к ядерной физике и стали быстро и интенсивно развиваться все смертные области. И вот один из вопросов, который вызывал очень большой интерес, это детекторы, детекторы излучения. Вот одним из способов детектирования излучения, будь то пролет осколка деления или заряженной частицы, иона, вот одним из способов детектирования были пластиковые детекторы. Тогда они были изобретены. Было показано, что заряженная частица, пролетая сквозь пластик, полимер или какой-то другой пластик, оставляет там след. На самом деле далеко не в каждом веществе остается след при пролету. А какого характера этот след? Вот этот след, это нарушение структуры, микроскопического характера, микроскопического размера. Но преимущество пластика состоит в том, что мы потом можем визуализировать этот след, то есть каким-то химическим воздействием, например, втравлением. И сделать вывод о том, как направлен был полет этой частицы, какая эта частица, сколько их пролетело за какое-то время. То есть получить достаточно полную информацию об излучении. Ну а следующим этапом развития вот этой идеи был как раз вот переход к ядерным фильтрам или еще одно название, их трековые мембраны. Что это такое? Вот если мы возьмем полимер, тот же самый полимер, который используется для качества детектора, если мы возьмем его достаточно тонкой, тонким, то есть тонкую пленку, если мы возьмем, то энергии частиц будет достаточно для того, чтобы пройти, прошить этот полимер насквозь. Вот образуются сквозные, поначалу треки, скрытые области повреждения. Потом, если мы удалим эти скрытые области повреждения, уже образуются сквозные отверстия. Вот они как раз для нас и представляют интерес. Во-первых, их достаточно много, поскольку много частиц, прошедших насквозь, сквозь пленку. Во-вторых, они все одинакового размера, идентичны. Ну или почти одинакового размера, поскольку одинаковые ионы. Ну и кроме того, мы можем регулировать их как количество, так и размер за счет травления. Вот таким образом получаются ядерные фильтры или третовые мембраны, которыми сейчас активно заниматься. Ну ведущей организацией здесь является Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Ну мы работаем... В лаборатории ядерных реакций. Да, в лаборатории ядерных реакций. Раньше там был Флеров, а теперь его премьер как Аганисян. Или он уже тоже сменился? Несколько человек сменилось после Флерово, но лаборатория носит имя Флерово. Здесь это вполне заслуженно. Можно даже сказать, что Георгий Николаевич Флеров был основателем и нашей лаборатории. То есть наше сотрудничество с ОИИ в Дубне Объединенный институт ядерных исследований. Оно носит исторический характер. А вот я помню еще где-то лет 20 тому назад трековые детекторы использовались, их поднимали на воздушных шарах для регистрации прилетающих из космоса тяжелых ядер. Вот так пытались поймать знаменитый монополь, частицу с магнитным зарядом. А сейчас-то их еще и применяют? Безусловно, используют трековые детекторы. Сейчас же столько много нового появилось. И вот тем не менее, уникальная особенность трековых детекторов, полимерных трековых детекторов, они позволяют их использовать и сейчас. То есть это все. Это сугубо такое пассивное изделие, к нему ни питание, ничего не нужно. Так сказать, стопка полимерных пластин, чередующихся чем-нибудь. Очень хорошо регистрирует излучение с различными энергиями, различных типов, сохраняет вот эти самые треки, что тоже очень важно. Ну а мы занимаемся как бы уже исследованием трековых мембран. Трековые мембраны появились уже после вот этих вот фильтров для регистрации. По-моему, сама по себе идея в прикладных целях эти трековые мембраны использовать, она как бы дубнее появилась, да? Ну, в общем, считается... Это их, так сказать, приоритетная разработка. Мне считается, да, что это вот идея дубны и идея Георгия Николаевича Флёрова. Они и назывались фильтрами Флёрова. Я занимаюсь облучением полимеров тяжелыми высокоэнергетическими ионами. Ионы вот с такими высокими энергиями, как несколько мев на атомную единицу массу, пробивают 10, 20 и даже 50 микронные плёнки насквозь. Ну, скажем так, не пробивают, а, так сказать, проходят. Пролетают через... Ну... Это пуля, когда пробивает дырочка, сразу получается. А вот этот пролетел, дырочки-то ведь нету. Дырочка нет, но в результате пролета вот такой тяжелой высокоэнергетической частицы в полимере образуются радиационные дефекты треки. И вот оказалось, что вот эти радиационные дефекты треки имеют сложное строение. И изучение этого строения необходимо для того, чтобы затем грамотно использовать трековые мембраны. нами установлено, что имеется, что поверхность трека меняется по мере удаления от траектории движения иона. То есть в начале, при малых расстояниях от оси трека происходят процессы деструкции полимера, образуются низкомолекулярные продукты, а затем происходят процессы сшивания полимера. И вот если протравить полимер с разным диаметром, то свойство мембраны будет зависеть от диаметра. Это связано с тем, что трек имеет сложную форму. И процессы происходящие зависят от расстояния от оси трека. Айсен Сак, сейчас повторю, а вы меня проверите. Правильно я понял? Да. Значит, когда пролетает заряженная частичка через пленочку тонкую, то есть через полимерное вещество, она оставляет после себя след в виде произведенных разрушений, я бы даже сказал, как теперь понимаю, изменений в этой структуре полимера. Там, где самая ось, так сказать, трека, ось, середина, там вот эти вот деструкции. Это по-простецки говоря разорванные куски молекул. Низкомолекулярные. Они могут даже быть газообразными, наверное, в принципе. Да, включая газообразные. То есть их удалить оттуда будет легко, когда будете травить. А потом происходит то, что называется, вы назвали сшивкой. Это как вот вулканизация резины. Совершенно верно. То есть из мягкой такой вот жвачки становится вот такой вот твердой. Таким образом, если затем протравить и получить отверстие, то свойство поверхности этих отверстий будет зависеть от их размера. Но сшитую-то вы ведь не сможете убрать травлением сшитую часть? Сшитую часть не может. Получается, что сам по себе он делает уже всё готовое, да? В результате скорость травления меняется в зависимости от изменения диаметра. Вначале трек травится очень быстро. При быстром травлении удаляются низкомолекулярные продукты радиолиза из сердцевины трека. Затем скорость травления замедляется. Это связано с тем, что начинает протравливаться в сшитой области полимера. А затем скорость травления опять возрастает. Потому что травится уже сам полимер. Потому что травится сам полимер. Таким образом, было установлено, что свойства наших мембран в значительной степени зависят от их диаметра. Это от диаметра этих отверстий до диаметра порядка одна десятая микрона. Дмитрий Львович уже рассказал о том, как получаются трековые мембраны. Раньше они назывались ядерными фильтрами. В силу особенностей получения, технологии получения трековых мембран, они обладают правильной поровой структурой. То есть, канал пора трековой мембраны – это прямой цилиндр. И число пор на единице поверхности, на единице площади мембраны совершенно определенно. Оно зависит от флюенса облучения пленки. Флюенс – это поток. Поток, да. В силу этого трековые мембраны являются для науки, для учебных, прекрасной моделью для исследования механизма процессов мембранного разделения. Ни один тип мембран не позволяет этого сделать очень строго. Ибо мы имеем дело с определенной порой, с определенными размерами, с определенным количеством пор. Поэтому расход потоков в жидких или газовых потоках через мембрану, селективность мембраны, то есть способность задержать те или иные частицы, которые необходимо задержать в процессе, можно просчитать заранее. И если провести экспериментальное исследование, можно установить те или иные закономерности механизма мембранного разделения. Вот в частности мы занимаемся здесь механизмом нанофильтрации и частично обратного осмоса. Чтобы эффективно провести процесс разделения ионов или задержки ионов, нужно иметь поры диаметром 20 ангстрен. Пример. Пока для трековых мембран, ядерных фильтров это недостижимо. Минимальные поры уникальных фильтров, уникальных трековых мембран, имеют предел порядка 70-50 ангстрен, то есть 5-7 нанометров. Это уникальные образцы, полученные в лабораторных условиях. В производстве пока можно получать мембраны, достаточно надежные трековые мембраны, с диаметром пор, минимально это 150 ангстрен, 15 нанометров. Такие мембраны уже нельзя использовать в обратном осмосе, но их прекрасно можно использовать в процессах нанофильтрации. А, кстати говоря, что такое осмос и обратный осмос? Осмос – это явление, при котором через пористую перегородку, разделяющие два раствора с разной концентрацией, происходит движение растворителя в сторону раствора с большей концентрацией. То есть, если у нас два водных раствора, скажем, той же самой поваренной соли, с одной стороны концентрация поваренной соли большая, с другой – небольшая, то через полупроницаемую перегородку, через которую может проходить растворитель, но не могут проходить йоны, растворитель движется в сторону раствора с большей концентрацией до тех пор, пока концентрация не уравняется. Что такое обратный осмос? Это когда у нас есть концентрированный раствор соли, ну, скажем, водный раствор, и мы его продавливаем через мембрану. Насильно. Насильно, да, принудительно. И вот тогда растворитель уходит из раствора, и его концентрация повышается. Это нужно, когда мы хотим очистить воду, скажем, от солей. То есть, растворитель продавливается, а вот то, что у него остается. То, что было, то остается. Это как раз противоположно тому, что происходит при явлении прямого осмоса. А почему вместе с растворителем само растворенное вещество не хочется уходить? Там, где речь идет о мембранах биологических, я вот про форменное образование крови заговорил, да? То есть, эти вот эритроциты, эритроциты, то там мембрана, она как-то это липидная, в этой липидной мембране вмонтированы молекулы белка, и вот молекулы белка, как какие-то умные, значит, с одной стороны хватают, связывают, да, вот то, что надо связать, организм. Здесь чисто физическая картина. Мембрана в растворе заряжается. Обязательно. В силу того, что макромолекула, выходящая на поверхность поры, диссоциирует, и мембрана приобретает заряд, тот или иной. Наши мембраны приобретают в нейтральных средах отрицательный заряд. И вот самой мембраны, самой пленки диссоциируют. Диссоциируют, да. В случае наших мембран диссоциируют карбоксильные группы. Это СООН. Причем по месту связи водорода и кислорода. Водород, протон уходит. С, двойная связь О, а динамбранная связь тоже О, H. Значит, H уходит. H уходит, протон уходит, остается нескомпенсированный отрицательный заряд, который уходит на поверхности. В целом поры, конечно, электронейтральные. Число протонов, которое ушло в объемный раствор поры, и число зарядов на поверхности одинаково. В силу того, что мембрана приобретает отрицательный заряд, ионы отрицательные, выталкиваются из этой поры. Не входят туда. В силу хорошо известного вам закона Больцмана. Ну, в принципе, да, если говорить о взаимодействии, это... А Больцман, то значит, как у энергетического распределения, да? Да. Чисто по энергиям. А энергия равняется произведению заряда иона на напряженность поля, на потенциал поля, который существует. А чтобы преодолеть это поле, надо иметь большую энергию, он должен уже разогнаться чем-то там. Чтобы преодолеть это поле, нужно задавить как следует. Ну да. Но если у вас пора узкая, то поле настолько сильное, созданное вот этими связанными зарядами поверхности поры, что ион не может пролететь при всех разумных давлениях, при котором мы проводим процесс мембранной фильтрации. То есть получается такая отрицательно заряженная, покрытая изнутри отрицательным зарядом трубочка. Да. Через которую не хотят проходить отрицательно заряженные ионы. Если вы начинаете продавливать раствор, то в силу того, что ионы противоположного знака присутствуют в поре, в большем количестве, там, концентрации противоионов выше, чем концентрации в объемном растворе, граничащем с мембраной, они начинают выходить, и создается поле встречное, которое препятствует выходу уже противоионов. Значит, у вас получается так, если у вас натрий-хлор продавливаете, хлор остается, а натрий пролетает, да? Натрий пролетает только сначала. Только сначала. В первый момент там создается встречное поле, которое задерживает. Но вы можете сделать как электрический элемент, да? И там включить что-нибудь, аминь и на... В принципе, да, есть такая идея. Есть такая идея. На горную реку поставить мембрану, замкнуть электрическую цепь, и за счет энергии потока все время поддерживать разность потенциалов, которая может работать на какую-то нагрузку. Такая вот маленькая гидравлическая метеостанция, которая будет питать, так сказать, тратистерный приемник, да? Или лампочка романов, фонарик. Приемник, может быть, там, микротелефончик какой-нибудь, не знаю. Это, в принципе, есть такая идея, и, в принципе, она осуществима. Не, но как где-нибудь такая-нибудь там маленькая автоматическая какая-нибудь регистрирующая аппаратура, типа... Типа, да. А та же была идея, Мельметеостанция, да. Показывали по телевидению, где-то на Кавказе какой-то умелец хотел это сделать. Все дистилляторы современные с высокой степенью очистки воды от солей основаны на процессах мембранного растеления. Я был во Франции, в одной лаборатории, там никаких наших дистилляторов, которые используют электроэнергию для того, чтобы кипятить воду, испарять ее, а потом пары конденсировать. То есть переклонный куб раньше это называлось? Сейчас используется мембранный аппарат. И сколько этот мембранный аппарат может производить в час дистиллированной воды? Ну, знаете, это установка лабораторная как-то. Нам всем хватало. Там было человек 15 экспериментаторов. Все это работает спокойно. А большая ли площадь поверхности фильтра и вообще размер этой установки? Размер установки невелик. Невелик. Ну, скажем так, в общем это полкубического метра. Это патроны. Мембранные патроны, они цилиндрические. Но площадь поверхности мембраны очень большая. Площадь поверхности мембраны, да, Достаточно большая. Это квадратные метры. Это квадратные метры. И просто водопроводная вода идет, да? Обычная водопроводная вода подается на эту батарею и выходит. И никакого там кипячения, возгонки нет. И соответственно, очищены от солей и от микробов. Ну, естественно. Микробы больше, чем 40. Они задержатся раньше. Но там несколько ступеней, конечно. И в том числе, обычно, как правило, используется самый древний сорбент, активированный уголь. Это очень хороший сорбент. Он как раз забирает органику. Все остатки масел каких-то прекрасно себе сорбент. Кстати, вот послушав Ваш рассказ про то, как где-то объемом в полкубических метра фильтр производит некоторое не очень большое количество дистиллированной воды, я понял, что все те фильтры, которые мы для быта покупаем в магазинах, они такими свойствами замечательными не могут обладать. Нет, это, конечно, не та степень очистки. Но если брать те фильтры, они будут на порядок, а может, и больше дороже. Ну, понятно. Вот и все. Но они будут делать воду практически не дистиллированной. Эти фильтры, которые Вы покупаете для того, чтобы повесить на кран, они, в общем-то, приводят воду к норме. То есть удаляют муть. Удаляют муть, мусор, органику. Органика – это микроорганизмы, да? Да. Нет, не только. Это может быть и мертвая органика присутствовать в воде. Следы каких-то масел, всякие аварии бывают, попадают в воду всякая ерунда. Финол, иногда люди попадают в питьевую воду. Поэтому эти фильтры, в общем-то, помогают, и их полезно иметь, если у Вас водопроводит плохая вода. Вот время наше истекло. Разговоры наши о трековых мембранах закончены. Сама по себе тема трековых мембран может обернуться самым неожиданным образом, с самой неожиданной стороной. Но об этом как-нибудь в другой раз. Всего Вам доброго, до свидания. И всегда имейте в виду, я без Вас очень скучаю. Субтитры сделал DimaTorzok